Сколько сигналов у светофора для пешеходов? Какого дорожного знака не существует? Как выглядит пешеходный переход? Если для взрослых эти вопросы кажутся элементарными, то у детей они могут вызвать затруднения. Ответы на них школьники и детсадовцы в рамках акции «Засветись» искали вместе. Весело, в игровой форме, чтобы даже самые маленькие все запомнили. На этих мероприятиях дети лучше усваивают эти правила, потому что они пропускают их через себя. Поэтому мы сегодня пришли к детям, чтобы показать им разминку, как правильно себя вести на дороге, как правильно вести себя на велосипеде, как правильно переходить, пешеходный переход. Поэтому я думаю, что это в памяти останется у детей. Сначала юные инспекторы дорожного движения задавали малышам тематические загадки. Потом наглядно показали те правила, которые детсадовцы должны знать в первую очередь. Завершил необычное занятие показ безопасной моды. Фликер или светоотражающий элемент должен быть на одежде у каждого пешехода, который находится на улице в темное время суток. Дети это усвоили и теперь расскажут об этом родителям, надеются сотрудники ГИБДД. Когда фликер отражает свет от фар машины, вы становитесь более заметными. И поэтому водитель вас лучше видит, правильно? И помогает избежать дорожно-транспортных происшествий, участием детей и пешеходов. Занятием остались довольны все. Воспитанники детского сада узнали что-то новое, а школьники повторили когда-то усвоенный материал. Я узнала правила дорожного движения. Какие? Про светофор. На новосипеде что нельзя на дороге переезжать. Не будешь теперь? Нет. А чтобы полученные знания не остались теоретическими, каждый ребенок получил в подарок фликер, который поможет юному пешеходу не остаться незамеченным. Евгения Августина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.